Я вообще сначала, поскольку регламент очень жесткий, думал повесить свое резюме в многих из нас, из казахстанской медиасферы, и грустно стоять, молчать, олицетворять судьбу нашей журналистики в связи с влиянием на нее государства. Я коротко о себе расскажу. Я журналист, более 15 лет журналистики, был главным редактором двух независимых СМИ, которые закрылись, уходил в сферу пиар, как многие опять же из нас, чтобы просто зарабатывать, как-то выживать, возвращался в журналистику. Я был главным редактором уже про правительственные газеты, принадлежащие нашей правящей партии. Потом, в 2016 году, был арестован председатель союза журналистов Сит Казыматаев и его сына Сит Матаев, директор агентства Костак. Я имел внутреннюю... за, кстати, что это важно, за исполнение госзаказа, ненадлежащий, как сказалось. Я, как главный редактор газеты, которая тоже исполняла госзаказ, задумался, во-первых. Во-вторых, что сделали, кстати, многие СМИ и отказались, в принципе, от госзаказа. Ну, и некоторым пришлось закрыться. И, имея внутреннюю потребность просто высказаться в их защиту, я не мог этого делать из-за корпоративной этики какой-то, потому что работал в государственном издании, я ушел. Ушел в совершенно другую сферу, в культуру. Я был пиар-директором киностудии «Казахфильм», наша крупнейшая, она тоже 100% государственная. И это вот длилось до... буквально несколько дней назад я ушел из «Казахфильма», опять по такой же причине, потому что был заблокирован портал «Ротель Кейзет», в котором я сотрудничал тоже, как публицист. Это вызывало то, что я там публикуюсь и то, что я высказываю в их поддержку свое мнение. Это вызывало нервную реакцию очень в Астане. И чтобы как-то избежать опять этой двусмысленной ситуации, что я работаю в государственной... Ну, это акционерно-общество, но тем не менее оно государственное, чтобы не вовлекать руководство в эти разборки, я опять ушел. То есть у нас как-то министр Абаев, министр информации сказал, что показателем свободы слова является то, что человек может свободно высказывать свое мнение. Я должен чуть-чуть уточнить, это относится только к безработным людям в Казахстане. Поэтому продолжим, как мы к этому пришли, собственно. Ну, во-первых, мнение может быть несколько необычное для нас. Я считаю, что в Казахстане слишком много СМИ. Информация — это с сайта Министерства информации и коммуникаций, но она, как не обновлялась уже два года, может быть немного некорректной. То есть для Министерства нашего это, к сожалению, часто бывает. Зарегистрировано 2763 действующих СМИ. 86% из них составляют печатные СМИ, 11% электронные, то есть сайты и телеканалы, и 3% информационное агентство. На самом деле у большинства газет есть сайты, которые часто выступают как самостоятельные электронные СМИ, потому что у них есть свой собственный контент. Почему я считаю, что это слишком много для Казахстана? В Казахстане, если кто не знает, у нас сейчас уже около 18, кажется, миллионов населения. По населенности не очень большая страна. Да что такое, извините. Почему это слишком много? Потому что в Казахстане очень маленький рекламный рынок. Объем рекламного рынка в Казахстане составляет порядка 130-140 миллионов долларов. Причем из-за девальвации он еще, он порядка 40 миллиардов тенге, то есть сейчас может быть где-то 120 миллионов. Были позитивные оценки, что он будет расти, но пока это не наблюдается. Для сравнения скажу, что в России он составляет около 6,3 миллиарда долларов, при том, что в 45 раз выше, чем в Казахстане, при том, что ВВП Казахстана всего лишь в 9 раз меньше, чем в России. То есть получается, что в России просто рынок более емкий в 5 раз. Какой у нас был выбор? Либо нам нужно делать примерно по соответствию с, раз у нас такой маленький рынок, уменьшать количество СМИ, либо делать эти СМИ в 5 раз беднее. Вот у нас вышел последний вариант, что мы также хотим много СМИ. Очень многие СМИ из них, причем государственные. Сейчас вот мы перейдем к госзаказу. Я не буду останавливаться подробно на этих цифрах, потому что после меня выступает Диана Акремова. Она профессионально этим занимается, у нее точная информация по всем есть. Я скажу усредненные цифры. Итак, объем госзаказа только по линии Министерства информации у нас составляет порядка 40 миллиардов тенге. Вспомните предыдущий слайд, это равняется вообще всему рынку рекламы в стране. Настолько большое участие государства в медиасфере. Львиная доля из них, более 80%, приходится на крупнейшие структуры. Телерадиокомплекс «Казахстан», который включает в себя и радиостанции, несколько телеканалов, агентство «Хабар», то же самое. Кастелерадио, которое занимается диджитал-ТВ. Каст-контент, который занимается интернетом. Это государственные сайты, различные информационные, в том числе по культуре, по другой тематике. Государственные республиканские газеты «Егемен Казахстан» на казахском языке и «Казахстанская правда» на русском языке. И государственное информационное агентство «Казинформ». Остальные деньги распределяются также через тендер среди других СМИ. Очень большое количество СМИ сейчас в связи с тем, что, опять же, говорил, слишком маленький рынок нуждаются в деньгах и участвуют в этих тендерах на госзаказ. И берут его. Это еще не все то, что по этим цифрам. Весь госзаказ, рынок государственного участия в медиасфере этим не ограничится, потому что в Казахстане 14 областей, два города республиканского значения, то есть это 16 крупных регионов, 38 городов областного значения, 47 городов районного значения, 177 районов в каждом городе, районе, области. Есть еще по две газеты, на русском, на казахском. Есть в некоторых регионах по одной, где сугубо казахскоязычное население. Все они получают финансирование из местных бюджетов, которое уже не учитывается в общей республиканском значении. Даже телеканалы, которые входят в структуру региональной, в структуру ТРК Казахстан, они все равно получают финансирование местное. Плюс местные бюджеты точно так же выделяют деньги на закуп, как они называются, информационные услуги, кажется, в которых республиканские СМИ и местные СМИ участвуют. Я, например, главредом в последней газете, который работал, мы выигрывали эти тендеры, к своему сожалению. Потому что очень важный еще момент, который, сейчас тогда чуть позже скажу, стоимость этих государственных услуг. Если у нас, например, по прайсу, там у газеты один квадратный сантиметр стоит тысячу тенге, то тендер проходит у нас все фактически тендеры в Казахстане, это большая проблема госзакупок, по низкому ценовому предложению. То есть кто ниже цену предложил, никого не волнует. Есть у них журналисты, это довольно формально, выигрывает он. Поэтому у нас стоимость госзаказа составляет часто в 10 раз ниже прайса, там 100-140 тенге. И мы, допустим, выигрывали тендеры по регионам каким-то. Я ставил вопрос просто перед руководством холдинга, чтобы отказаться в принципе от этого. Потому что мы, допустим, выиграем по региону 2 миллиона тенге. Это сумма, которую мы тратим на содержание там корпункта. И все эти деньги он как бы сам себя обеспечивал госзаказ. Потому что человек для того, чтобы закрыть этот госзаказ, нужно публиковать по огромной полосе А2 в неделю информацию из этой области. Причем их не интересует информация из области, интересует информация об Акиме области. Он как у нас каждая Аким область, как рок-звезда, у нас выходят эти огромные полосы. Турне по региону, он там подержал девочку на руках, он там подержал лопату в руках. Естественно, это никто не читает. Это портит любое издание. Телеканалы эти не смотрят, газеты эти не читают. Поэтому существует позорная практика насильственной подписки на государственные издания. До сих пор постоянно появляются эти сигналы. Самые несчастные категории, это у нас бюджетники, врачи, учителя, которых заставляют подписываться на эти газеты. Две районные, две республиканские. Они топят печку этими газетами, находят любые применения. А газетам, я просто сам в своей этой шкуре побывал, я обычно рассказываю такой, когда общался с представителями Астаны, которые давят, они требуют увеличивать телеканалы, чтобы увеличивали свой рейтинг в этих условиях. Газеты увеличивали тираж, просмотры увеличивали государственные сайты. При таком контенте это невозможно, потому что вот анекдот старый военный, в партизанский отряд взяли мелкого лавочника, торгаша, и командир ему дает пачку листовок, говорит, найди, распространись среди населения. Лавочник пропал, день нет, два нет, три нет. Думают, ну все, фашисты поймали его, повесили. Он появляется через три дня с пачкой денег, выручает командиру отряда, говорит, фух, ну и вы товарчик мне подсунули. То есть, а государство пытается это сделать на полном серьезе. То есть, они хотят, чтобы мы распространяли информационные листовки о том, как замечательно в стране живется, и чтобы люди их покупали еще, чтобы мы приносили доход. Вот, это очень такая интересная история. И вот дальше к уровню наших СМИ мы перейдем. Это еще не все, кстати, что я говорю, потому что у нас еще существует более 60 процентов, это только то, что подтверждали министры нашей нациэкономики, один из которых сидит, правда уже. Тем не менее, подтверждает, что более 60 процентов экономики в Казахстане контролируется государством. Но это очень маленькие цифры, на самом деле эксперты считают, что это больше, более 80 процентов через квази-государственный сектор, через нацкомпании, через компании, которые полностью на тендерах сидят, на субподряде у нацкомпаний и так далее. Они все, давая рекламу, они фактически тоже выступают проводником государственной политики. Но зачем реклама казахмысу в Казахстане? Она им не нужна. А зачем реклама казминеров с крупным холдингом? Они продают сырье за рубеж, им не нужна реклама ни там, ни там, нигде. Они дают это просто потому, чтобы купить лояльность СМИ. И лояльность СМИ в первую очередь, естественно, к государству, к каким-то там министрам, конкретным людям, которые имеют влияние на эти крупные корпорации. То есть эти деньги можно, в принципе, тоже в разрезе государственной информационной политики рассматривать. Они используются очень активно. Вот к чему это приводит. Это приводит к тому, что возникают фактически цензурные функции. Хотя у нас цензура запрещена Конституцией. Люди стараются избегать этого слова. Я не понимаю, почему как бы цензура есть, а слова нет. По сути, у нас цензором выступают даже, ну вот мы недавно прошло там экспо, допустим. Все журналисты казахстанские прекрасно знают, что крупные рекламные бюджеты, это значит человек, который распоряжается этим бюджетом, может в любой момент позвонить и сказать, сними публикацию, что-то еще сделаю. Вот сидит Павел Банников, он сейчас занимается проектом Фабчек. Не даст соврать, он занимался сайтом Радио Точка. Он был закрыт, но он был закрыт якобы добровольно его учредителем, но мы, к сожалению, в Казахстане знаем, когда добровольные вещи происходят. Он был закрыт, я считаю, по одной простой причине, потому что они делали проект, что кому принадлежит в Казахстане. У нас случайно вдруг выясняется, что все крупные бизнесмены это родственники министров Акимов. И это лежит в открытом доступе. И они не воровали ниоткуда информацию, они брали из открытого доступа, из сайтов госзакупок и прочее, выкладывали. Но каждый раз, когда возникала эта публикация, каждый раз возникал скандал. Их главный редактор в итоге бежал за границу. Каждый раз возникал скандал какой-то, требования снять эти публикации. Телефонное право очень сильное, публикации часто снимались. Это, к сожалению, мы сталкиваемся с этим постоянно. И, соответственно, это даже частные компании, что говорить о государственных структурах, о министерствах, об Акиматах. Мы в итоге имеем те СМИ. Я часто просто сталкиваюсь с людьми, скажем так, как у нас принято говорить, большие люди, большие чиновники. Они вполне искренне, совершенно искренне удивляются, говорят, почему у нас такие плохие СМИ, почему у нас такие плохие журналисты. Я вот сейчас попытаюсь как раз вот это коротко сказать. Смотрите, у нас обрушен рекламный рынок, потому что экономика фактически не свободная, а полностью контролируемая государством. То есть СМИ бедные, СМИ очень многое, государство продолжает их плодить. Их доля возросла значительно. За 10 лет больше, чем, надеюсь, было с 16% до 26% появляются новые сайты какие-то, телеканалы. Продолжают их плодить. Журналистов в стране в любой хороших не так много. Это, ну, даже вне зависимости от уровня образования, да, я прихожу к последнему слайду, вне зависимости от уровня образования, это так происходит, потому что это просто такая профессия специальная, к которой нужно иметь склонность. Они расползаются по этому большому количеству СМИ, и в итоге концентрация хороших журналистов мала. Журналисты уходят в пиар, журналисты уходят куда-то еще. И мы имеем вот то, что мы имеем в ежегодном рейтинге свободы слова и печати. Вот репортеры без границ Казахстан занял 158-ю позицию из 180 возможностей, то есть на дне. Спасибо. Большое спасибо, Дима.